Адель, мы живем в сумрачном мире. И нет друзей на закате. Если ты не знаешь смысла этой фразы, то ты не смотрел фильм, а мы обсуждаем со спойлерами. Все, что у нас есть для тебя, это слово «довод». Используй его осторожно. Оно откроет правильные двери и неправильные тоже. Привет, с тобой, Толкователи. И сегодня мы обсуждаем последний фильм Кристофера Нолана, фильм «Довод». Кто именно обсуждает, это Адель Галимова. Не последний, а крайний. Привет. Замечательный нюанс. И, собственно, я Андрей Кротов. Обсудим, собственно, на что фильм похож. Да зачем что-то я буду говорить? Погнали, короче. Нолан! Давай для начала, прежде чем мы перейдем к обсуждению фильма «Довод», поговорим немного про самого режиссера и, к примеру, про фильмы его. Потому что это все-таки 11-й его фильм. Ты все его фильмы смотрела? Ну, я не видела его начальные короткометражки, и я не видела Дюнкерк. И все. Какой фильм из тех, которые ты посмотрела, тебе понравился больше всего? Ну, для себя я выделяю «Престиж» и «Начало». Почему «Престиж», почему «Начало»? Ну, «Престиж» он... Ну, во-первых, мне он, Олана, всегда нравится каст. Вот. Вот, мне кажется, он очень трепетно к нему подходит, и я не знаю, что он делает с актерами, они просто потрясающе справляются со своими ролями. Ну, и там, если мы берем «Престиж», то это, не знаю, феноменальный актер Кристиан Бэйл. И один из моих любимых, да, Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон, хоть я там мало. Но и сам сюжет очень интересный. Майкл Киттон, опять же. Ну, Майкл Киттон, это уже просто... Мне кажется, у него нет работы как-то сниматься у Нолана. Прикольно, если у Вуди Алены это всегда молодые девушки, то у Нолана это Майкл Киттон. Но все равно классный актер. Ну и вот, да, это в «Престиже». А «Начало», да, это тоже классный каст, Ди Каприо, там, Левит и прочее. Интересная техническая составляющая у Нолана, которая поражает глаз. Ну, ты сидишь, особенно если ты там в кинотеатре смотришь, еще в то время, сейчас уже, наверное, не так... Ну, наверное, не так бы воспринял зритель, а вот тогда, я помню, просто все были в шоке. И помимо того, что это... Технически классно сделано. Я всегда люблю саундтреки, вообще звук у фильмов Нолана. Ну, там часто Ханс Симмерова. И там очень классные герои. То есть они живые, с очень сильной драмой ты их чувствуешь. Ну и вот. Сопереживаешь и симпатизируешь. Да. Знаешь, я вот тут подумал, а вот это Нолан из актеров все выжимает или у него просто всегда такие потрясающие актеры? Ну, конечно, любой актер, наверное, может сыграть плохо, если его не заставить хорошо играть. Ну, знаешь, просто когда, типа, думаешь, ну, это Кристиан Бэйл, это Гай Пирс, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо. Ну, как они могут плохо сыграть? Мэтью МакКонахи. Ну, в Дюнкерке там некоторые были из One Direction один. Возможно, да. Возможно, просто Нолан очень талантливый в этом плане режиссер и умеет. Нужные эмоции. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, я вспоминаю самую худшую смерть на киноэкране, это Мариан Ктиар, которая в «Темный рыцарь. Возрождение легенды» просто умерла так, что чуть ли я не умер в этот момент в кинотеатре. Такая паршивая актерская игра. Но я, мы это обсуждали в одном из прошлых выпусков, и я защищаю ее тем, что, возможно, просто она была беременна, ведь в тот момент уже, может, срок подходил, и он, типа, не выжил из нее весь максимум. И пятый, десятый. Ну, то есть, такое какое-то оправдание я нашел, но в целом, это, конечно, просто позорная смерть. При условии, ну, когда начало смотришь с ней, это ведь потрясающая актриса. Очень сильно. А в этом фильме, как она умерла, ой, могу пересматривать вечно. Ну, кстати, давай, например, мы можем взять одного и того же актера, Кристина Бейла, который сыграл в трилогии Бэтмена, и он сыграл в Престиже. Да. Все равно, в трилогии Бэтмена его актерская игра, она не вызывает какого-то восторга, как мне кажется. Ну, там роль такая. Там просто, знаешь, ну, если он не в костюме, то это такой миллионер просто. Безэмоциональный. Ну, типа, да, Брюс Вэйн. Ну, да, я вот еще думала, как во второй части Хитлайдера его затмевает. Я вообще, я не устану повторять, я в одном из прошлых выпусков это уже говорил, трилогия Бэтмена выезжает исключительно из-за Джокера во втором фильме. Конечно, Нолан безумный молодец, что добавил это все. Реализм там, что наконец-то шею может повернуть актер, который играет Бэтмена, потому что это не такой дебильный и ущербный костюм. Но все равно, мне первый фильм не понравился, последний вообще ужасный. Ну, ладно, атмосфера там, конечно, вот это круто. Сложно говорить, что у него фильмы могут быть ужасные, когда, например, ну, вот Терминатора последнего мы посмотрели, ну, вот обзор Бэткомедиан, ну, прям говно откровенно. Нет, ну, если сравнивать с таким Калом, то, конечно, да. Ну, понимаешь, в том-то и дело, там снимал Тим Миллер и продюсер был Джеймс Кэмерон. Это не какие-то студенты, первокурсники, это именитые культовые режиссеры, которые снимали шедевры в свое время. Поэтому мне как раз кажется, что это сравнение очень объективно. И когда ты видишь, что, ну, мне не понравился сюжет у Темный Рыцарь Возрождение Легенды и у Бэтмен Начало, но я понимаю, что исполнение отлично. Мне просто сам сюжет не понравился. Во второй части, по-моему, ну, это лично мое мнение, там идеально вообще все. А Хит Леджер просто господь. Он действительно феноменально справился со своей роли. И хоть там все переключили сейчас свое внимание на Хуакина Феникса, но, по-моему, это исключительно крутой Джокер. И неповторимый. Он совершенно не подходит под того, кто был в комиксах, там, в мультсериалах, в прошлых экранизациях. Но это как раз его главный плюс, по-моему. Ну и вот. Ну и вот мы Интерстеллар, мне кажется, не захватили вот в перечислении. Интерстеллар в перечислении. Теперь без запаха. Мне хочется сказать, что вот, например, в Интерстеллар там тоже очень такая захватывающая драма, которая тебя сильно цепляет. Вот тут у меня спорно. Да, правила Интернета 34. Я немного не те фильмы смотрел. Ну так вот, драма там есть, драматургия, ну да, личная драма каждого персонажа, она присутствует. И в конце, конечно, там чуть ли не до слез пробивает эта концовка. это круто. И не знаю, что сказать в минус, но мне это просто понравилось меньше, чем, к примеру, другие фильмы. Ну, Нолана имеется в виду. Ну вот, как раз смотри, просто я к чему. Один из моих любимых фильмов это, ну, у Нолана это «Помни», «Мемента». Один из самых первых, вот там, Гай Пирс играет главную роль. Мне безумно понравилось, во-первых, как там в хронологическом беспорядке тебе рассказывают сюжет, так кажется, на первый взгляд, когда цветное повествование у тебя идет от конца фильма к середине, а черно-белое от начала к середине. Ну, то есть, если хронологически так правильно все выстроить, то как раз так сюжет построим. И это очень круто, как тебе рассказывают. Это даже объяснять сложно, когда вот у главного героя происходят провалы в памяти, у него память не сохраняется краткосрочная. То есть, он каждый там, условно говоря, полчаса, грубо говоря, все забывает. Или там 15, ну, не помню сколько, ну, короче, краткосрочная не сохраняется. И тебе показывают от конца, ведут к середине фильма, то есть, ты видишь, что с ним произошло, а потом, что было до этого. Это безумно круто, когда в перемешку тебе еще показывают что-то начало фильма, но ты еще вообще не понимаешь, как это взаимосвязано все. Безумно круто, и личная драма главного героя мне очень понравилась. Не буду спойлерить в кои-то веки, потому что этот фильм действительно не хочется спойлерить в этом плане. От концовки я прям в хорошем смысле офигевал. Долго сидел и думал, как круто прописан сценарий. Но, опять же, обсуждая, ну, рассматривая все его фильмы, стоит отметить то, что, ну, вот, есть распространенное мнение, как вот все говорят, фильмы Нолана, они не для всех, они для интеллектуалов. Но есть часть людей, которые понимают то, что на самом деле фильмы Нолана, они достаточно поверхностные. Они искусственно себя усложняют вот такими механиками, как рваное вот это повествование в хронологическом беспорядке, как, к примеру, утяжеление именно сюжета, восприятие путем добавления сон внутри сна, внутри сна, вот этих всех механик, когда мы на другой планете, тут вот это, вот то, это все искусственно усложняет, но вообще не добавляет глубины. Там нет, знаешь, каких-то двойных смыслах в его фильмах. Там это всегда все достаточно на поверхности лежит, он просто умеет построить сюжет так, написать сценарий таким образом, что ты все понимаешь только в конце. В принципе, это неплохо, но это не делает фильм каким-то очень глубоким, знаешь. Ну да, не глубоким, тут, скорее всего, знаешь, как мне кажется, большинство людей любят прийти в кинотеатр, откинуться, напрягаться и смотреть фильм, там, не знаю, с первой минуты. А у Нолана так не получается. Ты должен, не знаю, дождаться какой-то минуты, например, когда все раскроется. Или где-то ты должен внимательно проследить какие-то моменты. Ну, это не значит, что там какая-то глубина и прочее. Просто, ну там, всему свое время, грубо говоря. Это не просто какое-то развлекательное кино. И из этого, наверное, вытекает как раз тут теория о том, что это кино для интеллектуалов. Просто, которые, не знаю, могут дождаться момента раскрытия и прочего. То есть, в фильмах не нужно ничего додумывать. Ну, как, знаешь, бывают фильмы, когда ты выходишь из кинотеатра, и ты еще неделю сидишь и думаешь, блин, а, наверное, там так и сяк и все такое. Здесь такого нет. Ну да, было в начале, ну, в фильме начало-конец, он там, до сих пор люди строят теорию. Концовка, это, ну, типа такой прием. Да. Вот, а в целом... Прием. На связи. Сам, это большая шутка, это рисунка, да, вот. И я тебя перебил, извиня. Ну, а в целом, да, действительно, это поверхностное кино. Мне вот как раз кажется, то, что это именно развлекательное кино, оно просто дает тебе почувствовать себя интеллектуалом. Условно говоря, если ты в процессе просмотра подмечаешь некоторые детали, и такой, ага, наверное, они будут в конце там играть какую-то важную роль, это, знаешь, как чеховские ружья, которые ты подметила, такой, я разгадал весь сюжет. На самом деле, ну, тебе это прям специально показали. Но как приятно чувствовать себя умным, то, что такой, да я замысел Нолана, гений на шутчик, разгадал просто попутно. И в этом как раз, по-моему, это его главная фишка. То чувство, которое он тебе дарит, как зрителю во время просмотра, когда ты подмечаешь некоторые детали, когда ты понимаешь одно к чему связано, или там, когда он может тебя удивить каким-то необычным сюжетным поворотом. Но в любом случае, очень модно говорить, что тебе, во-первых, нравятся фильмы Нолана, а во-вторых, то, что ты их сразу понял. Потому что сколько видосов в интернете, то, что вот на самом деле о чем фильм, там куча типа загадок находит, на самом деле это все поверхностная херня. И отсылка, ради отсылки и не более. Как вот как раз и в доводе есть вот это название само Теннет, вот этот Палиндром, вот это все как там, как этот квадрат, я даже не помню, называется, тупо отсылка, радио отсылки, ничего больше. Зато, когда в советском обществе ты говоришь, а ты знаешь, что это не просто название Т, а между прочим, это вот и вот все сюда, а имя его и туда-сюда, и в этом плане просто Нолан дает тебе почувствовать себя самим гением. И это прикольно. Но это вообще не делает его глубокими. Но это ни в коем случае не минус. Нужно понимать то, что Теренс Малек снимает глубокое кино. Почему-то у меня больше ассоциация с порнухой пошла. Но ты понимаешь, его кино действительно нужно пересматривать, прочувствовать там. Да, находить аллегории. Да. Там все может быть с двойным смыслом и прочее. У Нолана такого нет. Это чисто аттракцион. Но он, публика любит его воспринимать как очень интеллектуальное и умное кино. И Нолан в этом плане молодец. То есть, знаешь, ну, положа руку на сердце. Но вот все очень часто любят обсирать фильмы Марвел, к примеру. И то, что там режиссеры бесталантливые, Кевин Файги вообще там мультики снимает и пятое-десятое. Нолан недалеко ушел. Он просто по-другому это преподносит. А фильмы его, ну, плюс-минус, они настолько же поверхностны. Это нужно понимать. В этом нет ничего плохого. Развлекательное кино, оно должно существовать. Просто когда люди такие, я понял фильм начала, а что там непонятно? Если ты уберешь вот эти все многоуровневость, которая просто многослойность от сюжета добавила, но ничего более нет. и ты понимаешь, что кино это очень простое. И причем, ну вот, когда только вышел фильм «Начало», он устранялся действительно, ну, во-первых, тогда это, не сказать, что новинкой был, но все-таки как-то зритель был к такому не готов. Не ассоциировался у него еще Нолан вот с таким. А когда пересматриваешь сейчас, когда прошло с премьеры уже 10 лет, мы вот с тобой недавно пересмотрели и такой, ну, косяк на косяке на самом деле с этими, с этой многоуровневостью, но ты понимаешь, что тогда ты закрывал на это глаза, потому что ты был в шоке, там комната крутится, там вот падает этот фургон, поэтому люди во сне в невесомости, поэтому время там течет, вот это все. Тогда казалось, это безумно круто, сейчас пересматриваешь такое, там очень много косяков и сюжетных, и чисто физических, поэтому когда в последних своих фильмах Нолан как раз больше старается сделать упорную технической реализации, чтобы эти косяки убрать. Не находишь? Ну, тоже Интерстеллар, когда говорят, недавно сделали снимки черной дыры, наконец-то, один в один, как в Интерстеллар, насколько точно он это показал. Не, ну, кстати, многие отмечают его там точность к деталям, он постоянно консультируется с учеными и прочее. Это не просто какой-то, не знаю, там, списать на фанфикшн или еще что-то. Да, это не майклбайк. Действительно, все можно объяснить. Ну, относительно, помнишь, мы с тобой, ну ладно, это придирки, конечно, деталям, я понимаю, но вот, когда пересматривали начало, сколько раз там не были состыковки со временем и прочим. Ну, это понятно, это знаешь, мне кажется, что это такой эффект именно первого просмотра. восхищаются от всего того, что происходит в Доводе, посмотрев его второй раз, ты уже заметишь больше там состыковок, это тебя не так удивит, просто вот, когда ты первый раз смотришь, это действительно удивляет. И, ну, как бы это прикольно. Это как раз вот те фильмы, на которые нужно ходить в кино. Да, я как раз так понимаю. И вот у Довода как раз вот эта миссия сейчас вернуть людей в кино, это действительно тот фильм, на который надо пойти. Безусловно, если открыты кинотеатры, бегом в кино, даже если фильм не понравится, он может не понравиться, надо быть откровенным, потому что это шпионский триллер, в который добавили научную фантастику. Вот это инверсию времени, вот это вот все снято безумно круто и прочее, пятое-десятое, но он может не понравиться, но фильм неплохой в любом случае. Если сравнивать, опять же, с Терминатором тем же, последним, который как там, Темный Суть, или как он называется? Суть, не знаю, Фем, Фем Терминатор я его называю. Ну, в общем, да. То там, понимаешь, ну, фильм говно откровенное просто. Тот фильм может не понравиться, заслуженно вполне, а Дова-то он может не понравиться, но ты просто, у тебя могут быть ожидания слишком большие от Нолана. Только в этом случае. Сам фильм хороший. Если бы его снял, ну, мы с тобой обсуждали перед подкастом, ты сказала очень хорошую фразу, то что, если не обращать внимание, что это Нолан, если представить, что снял какой-то другой режиссер, может, даже молодой, там, никому неизвестный, фильм бы вообще бомбой был, все бы его хвалили и прочее. А тут у тебя просто большие ожидания от Нолана. Ну да, завышенные ожидания от Нолана, и знаешь, у меня от чего бомбит? Я сейчас часто вижу в интернете заголовки, типа, Нолан уже не гений, или там, гений не гений, так извините, кто его провозгласил гением? Ну, типа, вы же публика, это не самый провозглашенный гений, да? Типа, представляешь, интервью дает, как вам пришла эта идея в голову? Потому что я гений, так и пришла. Ну да, а тут фильм для меня, он больше, ну, как вызов своему мастерству, там, чего ты можешь достичь больше, там, чисто в техническом плане, и да, есть какие-то недоработки в плане, там, сюжета, раскрытия персонажей, но... Ну, до этого мы чуть дальше. Но говорить о том, что, там, Нолан уже не тот, знаешь, это очень глупо, мне кажется. Просто, ну, у тебя, да, у тебя повышенный ожидания к фильму, после начала, или еще чего-то, но фильм хороший, и Нолан от этого не становится хуже или лучше. Он просто снял очередной фильм, попробовал там очередную фишечку, и получилось у него хорошо, ну, чисто технически, опять скажу. Ты причем заметила, когда вышел Дюнкерк, не вся публика его очень хорошо приняла, то есть, Интерстеллар прям все обожали. Не, не все посмотрели, да. Но, смысл в том, что Дюнкерк, он все-таки, никто не говорил, Нолан уже не гений и прочее, все-таки, ну, он снял фильм про войну, потому что так нужно было. Непонятно кому, зачем? Это просто, знаешь, в народе какая-то молва прошла, то, что каждый режиссер должен снять фильм про войну с чего-то вдруг, и типа, Нолан специально для этого почему-то снял фильм про войну, и все-таки, ну, это просто для галочки окей. Для фильма про войну неплохо, для Нолана слабо. То есть, знаешь, вот тогда уже пошла эта позиция, то, что для Нолана это слабенько. Я думаю, в этом плане ДООД недалеко ушел, это в первую очередь шпионский триллер, во вторую уже это научная фантастика и фильм Нолан. То есть, вот как, к примеру, Гай Ричи снял Агентов Анкл, ну, этот триллером назвать сложно, но шпионский такой боевик. И он снял его потрясающе в своей манере, причем удивительно, как людям в большинстве своем он понравился, но кассово он провалился. Но об этом отдельно. И я вот до сих пор сам, знаешь, не понимаю, если бы этот фильм я посмотрел, его снял типа другой режиссер, условно говоря, он бы мне понравился больше или меньше. Потому что у тебя все-таки вот тут неотъемлемо идет создатель его творчества. Да, мне кажется даже, что как вот сам Нолан выдерживает вот эту вот ту планку, на которую его закинули, грубо говоря. То есть это ему льстит или наоборот ему сложнее дальше креативить, грубо говоря. Ну захотел завтра там Нолан снять, я не знаю, какую-то комедию. Потому что каждый великий режиссер должен снять комедию. Типа слишком завышенное ожидание. Это, знаешь, вот сравним с тем, когда там, не знаю, 10 твоих друзей посмотрели фильм и все сказали, что это шедевр, это очень классный фильм. У тебя уже к нему завышенное ожидание. Да. Чем если ты пойдешь перед этими рецензиями своих друзей. Ну то же самое, тот же самый эффект срабатывает. Поэтому, мне кажется, нужно немножко отделять от вот этой вот позиции но гением просто рассматривать это как какую-то картину. Это очень сложно, по-моему. Ну это, я согласна. Тут бэкграунд просто у тебя огромный. Ты знаешь, как идти на фильм Тарантино и типа я не привязываюсь к тому, что это фильм Тарантино или тот же Гай Ричи. Ну просто это такие очень знаковые режиссеры, у которых ярко выраженная манера. По-моему, это практически невозможно. И я даже сам не знаю, если честно, это хорошо или плохо. Ну, к примеру, Тарантино снимает в своем стиле Горичи в своем. За это их хвалят. Ну, правда, Горичи одно время почему-то хейтили очень жестко за то, что он типа самоповторяться начал и где-то тонкая грань, когда ты или у тебя самоповтор, или ты делаешь крутую отсылку на свое творчество прошлое. Она очень размыта. И вот в этом плане Тарантино вообще никогда за это не хейтит. Снимает чисто свое кино, у него есть свой стиль. Если Нолан так же делает, ну, типа, не надо так его оценивать. А если бы это снял другой режиссер, вам бы понравилось. А может, я бы вообще не пошел на это в кино, если бы это снял другой режиссер. Ну, не пошел, понятно, да. Ну, вот, мое главное позиционирование то, что, если вам нравятся фильмы про Бонда, вообще шпионские, детективы, триллеры, боевики, на фильмы обязательно нужны. На фильм в любом случае нужно идти в кино, потому что давно ничего не выходило по понятным причинам. Ну, да, и для глаза это очень классный фильм, фильм визуальный, то есть... Да. В этом не разочаруетесь, мне кажется. Да сложно в этом разочароваться. Нет, опять же, мне было просто, потому что у меня от фильма были большие ожидания, и еще на пресс-показ, когда ходил, там, ну, не то, что бак возник, небольшой косяк. В один момент пропал звук, и там просто было это в такой момент, то, что создавалось ощущение, то, что это сценарно специально сделали, то, что режиссер это специально продумал, что в этот момент теперь нет звука. Такая прям давящая тишина на уши, я такой думаю, ой, как клево, а потом, когда пошли снова субтитры, я понял то, что у нас просто звуковая дорожка съехала, и ее нет. и поэтому, возможно, это как-то тоже подпортило впечатление при условии то, что, ну, знаешь, есть все равно чувство такой толпы, чувство стада, и когда вот сидел тогда в зале, когда звука не было, все-таки, блин, так фильм стал даже лучше, многие начали смеяться, типа, давайте мы так лучше до конца досмотрим, прочее, пятое, десятое, потом, когда нам в итоге фильм отмотали назад и со звуком все нормально сделали, треть зала уже ушла в тот момент, ну, типа, знаешь, вот это чувство недовольной толпы, оно все равно передается, да, ты этим заражаешься, и поэтому я изначально, когда вышел, такой фильм ужасный просто, ну, не то, что ужасный, типа, самый слабый, наверное, фильм Нолана и прочее, там, когда прошло пару дней, я начал более трезво рассуждать об этом, фильм хороший, но не отлично, типа, начало я еще, наверное, буду пересматривать, возможно, Интерстеллар, там и другие фильмы Нолана, а довод вполне возможно, что нет. Ну да, я с тобой согласна. И просто вот это ощущение того, что ты впервые сидишь в кинотеатре с марта месяца, да, и, ну, и картинка классная, да, ну, грубо говоря, это уже, типа, большого стоит в наше время. Мне, кстати, удивило, знаешь, как фильм в визуальном плане отличается от популярных сейчас фильмов. Ты заметила то, что он снят в такой, ну, не то, что сепи, ну, такие там приглушенные тона, там нет каких-то ярких цветов. Мне кажется, ну, никогда нет ярких цветов. Ну, знаешь, в Интерстеллар все-таки они казались, когда там это и черная дыра, и все, 5-е, 10-е, когда там кукурузные поля, там прям желтый, такой яркий, зеленый от всяких этих початков, смысле, ростков. в начало, по-моему, цвета ярко выражены были, ну, потому что это добавляет какой-то эмоциональной связи, когда тебе показывают какие-то воспоминания главного героя, и когда они очень яркие, ты прям вместе с ним их переживаешь, а когда они такие больше блеклые, серые, у тебя нет, ну, не вызывает таких эмоций. Нет, с тобой не соглашусь, вот эти моменты на яхте, когда лазурная просто, заливающая светом. На лазурном берегу это где-то в Италии снимали? Да, да, да. Италия, по-моему, невозможно, если ты даже черно-белая, там где-то все-таки что-то проклевываться будет. Да, вот когда Сталинград, или что, Стальград 12, вот там, как ни выжимай, там будет все хреново. Вообще, тебе понравилось, ну, ты почувствовала в фильме клюкву? Там же, ну, главный злодей, во-первых, что мне отдельно было очень обидно, Андрей, злой русский олигарх, ну, злой, потому что злой, убивает всех, такой прям, ой, ненавижу, вот это все. Чувствовала клюкву в этот момент? Ну, конечно, чувствовала, роль колокольникова, такого русского злого, безмотивационного, знаешь. Вот еще один русский головорез. Да. Такой может и Навального отравить. Андрей. Он же не работает на правительство, точняк. Так вот, я не же сказал на правительство какой страны. Да. Мне, в принципе, знаешь, вот эта клюква, которая там есть, ты ведь в дубляже смотрела? Да. я смотрел в оригинале и акцент Кеннета Брана, который исполняет как раз роль русского олигарха Андрея, ну, это прям смешно. Он так местами переигрывает, и это, на удивление. Столько рецензий прочитал от тоже киноманов, которых пригласили на пресс-показ, все им так восторгаются. Говорят, лучшая роль Кеннета Брана с каких-то там давних времен, вот это все прочее. Я посмотрел, как он временами переигрывает. Это просто, ну, просто смешно. Я в один момент и не выдержал, я заржал. Ну, кстати, да, я смотрела дубляже, но я помню там твои рассказы про Кеннета Брана, и мне кажется, что российский рубляж. Рубляж. Нормально. И мне кажется, что российский дубляж, мне кажется, что российский дубляж, он немножко его скрасил. потому что вот эти моменты, о которых ты рассказывал, я их не почувствовала. Отдельно, ты знаешь, мне за Юру Колокольникова очень радостно. Я когда писал новость о том в нашу группу ВКонтакте, если что, кстати, подписывайся на Телеграм-канал в особенности, Бадима нет, кто-то должен байтить. я прям удивился то, что Юрка наш, Колокольников в Теннете у Нолана снимается. Куда уже круче. В том, когда ты видишь, что это ноунейм, просто русский киллер, ты такой, ну, все равно отрадно хоть снялся, но у него достаточно много экранного времени, то есть он запоминается, это, наверное, главное, что поможет ему дальше продвигаться в Голливуде, но просто мало в Голливуде русских актеров, мало, мало, не то, что их нет, мало, я говорю это, которые как-то смогли найти себе роли положительных героев, а то и главное. Есть, конечно, пример Антона Ельчина, который трагически погиб несколько лет назад, но смысл в том, что он так в детстве туда эмигрировала вся их семья, что его... Он не русский актер, он не русский актер, он там с двух лет или там был с двух месяцев даже, то есть у него нет русской школы, да, вот этой. Русской школы, ты порох не нюхал, щенок, улицы тебя не воспитывали. Про клюкву я хочу сказать, вот это что... Подожди, нахар Антон Ельчин, окей, ты запомни мысль, Мила Кунис, ну просто украина, Россия и Беларусь. Ну, Мила Йовович тоже. Ну, Мила Йовович, то она рано туда тоже переехала. Ну, как и Мила Кунис, Мила Кунис сыграла. Мила Кунис, свободно на русском разговаривает. Ты видела, как Мила Йовович? Ну, Мила Кунис, Мила Йовович. Их реально зовут Мила Оба? Нет, Оба. Оба. Я думаю, что на Украине очень много имен с именем. Мила? Мила, да. Ты знаешь, у меня дядю, кстати, Мила зовут. Он Милов. Он Милан. И он тебе не родной. Милан. Ну, да. Это... Зачем я? Я не буду тебе рассказывать. Ну, короче, Милош его как-то зовут. Он Югослав. Спасибо за информацию. Просто потихоньку знакомлюсь с родственниками. Почему бы и нет? Ну, вот смотри, по поводу... Я могу, да, уже сказать? Так, подожди. Мила Кунис, как она хорошо говорит на русском языке? Она чувствует, что знает русскую школу. Вот это все. Милый Йовович? Андрей, она не может... Ну, я имею в виду русскую школу, вот это театр, кино, как у колокольника. А, ты имеешь в виду тебя отразничку? Когда русский актер уже и пошел покорять, а не там с детства. Не, я к тому, что русский человек по натуре своей не учился у Станиславского. Как бы ты можешь. Все же учились. Да. Ну, ты поняла. В душе русской. Наша, советская, вот это все. Мила Кунис в этом плане, по-моему, ну, этим отдает. Она же смогла привести даже Джастин Тимберлейк, который, по-моему, ярый русофоб. Он всего один раз приехал сюда на концерт, наш Тимберлейк. Зачем я опять это расскажу, как ты достигся к теме. Я помню этот день. Да, я заходил на его концерт в Петербурге, когда был в Москве, но в Питере подешевле, отлично. Ну, кстати. Так вот, Мила Кунис, когда у них вместе выходил фильм «Никакой дружбы, только секс» или как-то так он назывался. Там вроде было «Дружба и секс» название. Ну да, нет. Ну да, что такое. Ну и вот, она его привезла на пресс-конференцию в Москву, говорила такая, он попробовал борщ, пельмени. Спасибо тебе за всю хруху, Мила. Как ты помогаешь ее искоренить. Мила просто слушает наш подкаст, и не знаешь, что она там с моим дядей и Вась Василем. Потому что они тезки. Короче, ты что хотел сказать по теме, а не мои истории? У них есть общество анонимных Мил. Анонимные Милы. Как это Мила звучит. Анонимные Милы. Какой парадокс. Их всех зовут Мила, но они анонимны. Ну, смотри, по поводу клюквы. Для меня это, знаешь, замкнутый круг. Клюквен на показывает. Ой, это что-то тьмой дает. Конец-то начало. только клюквы. Клюквы показывает русского злого убийцу, сурового чувака. и стереотипа. Тем более люди, которые с деньгами и у власти. Ну, вообще нет. Ну, хорошо, возьмем Колокольникова, да? Ну, вот, тупое, грубо говоря. Вообще-то, знаешь, я всегда смотрел, извините, что перевод, я не мог выкинуть из головы, ну, чувак хуй играл. Как он продвинулся по карьерной лестнице. Интересно, это ему помогло? Нет, Нолан смотрел, как он хуй играл, или нет? Очень много вопросов у меня было. Когда он, когда его агент отправляет его резюме, у них резюме, или портфолио, наверное, отправляет в зарубежное агентство, они там прописывают, что он хуй играл. Это очень круто. Извини, что перебил, да, Колокольников, Злой Русский. Ну, вот смотри, человек говорит, а, ну, Клюк, такой порочный круг, там, Колокольников, Злой Русский, Суровый Злой Русский, есть такой стереотип, из этого стереотипа рождается вот такой вот персонаж, который не меняет стереотип, а просто еще развивает больше, то есть представление о русском, оно такое останется на всю жизнь. Хоть бы раз нормального русского показали, кроме, как я не знаю, в сериале «Секс в большом городе», там. Там был русский? И все, да, там был интеллектуальный чувак русский. Ну, богатый, наверное, олигарх, ага. Нет. Действительно не рушится сериотип. не олигарх. С парнем водку пил. Нет, не будешь спорить, или не пил. И вот это мне прям всегда не нравится. В этом же плане, во-первых, я с тобой согласен, и это, знаешь, очень странно то, что из этого порочного круга не выбраться. ты хочешь дойти до Голливуда, ты снимаешься там, играешь русских головорезов безэмоциональных, ну, максимум эмоций, которые у русских есть, это злость, все это знают, это очевидно. И тебе потом такие только роли и дают. Ты вроде хотел выбиться из этого порочного круга, а только дальше его запускаешь. Стал еще одной шестеренкой в этой цепи угнетения русских в Голливуде. А об этом надежды только на Невского. Вот так вот. Да, согласен. Он, ну, умеет разнообразить все вообще на свете. Это же мускулистый мостик между Россией и Америкой. А, ты знаешь, в этом плане, продолжая тему нашего ЛГБТ-подкаста, который, кстати, не так давно вышел, послушайте. У тебя плохо получается без Вадима. Я знаю. Вадима талант в этом плане. Понимаешь? Он как запрограммирован. Да, да, да. У него почему-то так всегда вот очень легко в тему. Ну, короче, в ЛГБТ-выпуске мы обсуждали, а, к примеру, если сейчас все проблемы с меньшинствами, ну, меньшинств, которые есть у чернокожих, там, все неравноправие, короче, которое сейчас есть, о котором в основном часто говорят в последнее время, если они все победят, будет равноправие, мир, дружба, жевач, какие следующие тенденции появятся? Вот я бы хотел, чтобы отстаивали честь, ну, не честь, а образ русских в голливудских фильмах, чтобы мы перестали быть убийцами, бездушными головорезами и прочее. Это сложно, конечно, на фоне того, как происходят всякие события в России, но в целом-то, ну, просто где мне подписать петицию, куда мне выйти, чтобы американцы вот эти пиндосы узнали то, что я не злой. Ну, как? Ну, вот я вот за это. Ощущение, что, знаешь, просто скоро дойдет до того, что, как там чернокожие в 60-х приходили в кафе и такие, у нас цветным нельзя. Скоро вот так же будет. Заходишь, у нас русским нельзя, вы слишком агрессивны. Ты такой, дай водки, блядь. Вот это все. В кафе заходишь за водкой. Кто-то кофе пьет, яичницу, а ты водку. Потому что ты русский. Короче. Russian life. Лучший обзор на дот, который вы могли найти. Ну, короче, клюква там есть? Ну, да. Ну, давай попросим, если нас слушают западные какие-то авторы и режиссеры. Ну, давай, во-первых, нас слушает Мила Кунис, мы уже выясним. И Кристофер, Крис, ну, хватит. Ты-то хоть, ну, ты куда? Ты остановись, блядь. Как там? Помнишь это? Ой, Гидос Жириновским. Нет, я думал, ты сейчас скажешь. Кристо ковбой. Вот кулак, вот железо. Нет, Кристо ковбой. Доллар, это грязная зеленая бумажка. Я очень плохо. Помню. Я вообще такой не знаю. Ты че? Ой, он там в бане сидел с парнями, короче, обнимался, пьяный. То ли не в бане, в предбаннике, короче, ну, он прям в говно. Это видос есть, меня за это не привлекут, так что, ой, да как будто тут на пруфы кому-то есть дело. Короче, хватит. Даешь добрых русских в американских фильмах. Да. Хочу, чтоб мексиканцы бывают русские в американских фильмах. Почему нет русских добрых в американских фильмах? А я хочу, я хочу, чтоб у Юры Колокольникова, у Саши Петрова, у Юры Борисова карьера отлично сложилась в Голливуде, чтоб все у них хорошо было, чтоб увидели, весь мир увидел, как мы можем. Ты, кстати, знаешь, забавный факт, новость, которая только сегодня появилась. Фильм «Спутник» отечественный. Слышала про него? Ну да, который в цифре вышел. Да. Он вышел то ли на Нетфликсе, то ли где? На море там. А, на iTunes. Он вышел. Он в топе, на первом месте среди хорроров. То есть, ты понимаешь, iTunes, это, ну, больше, конечно, запад, но вообще во всем мире. И на пятом месте среди фильмов всего мира вообще. На первом месте в хорроре, на пятом среди всех фильмов. И это очень круто, о нем очень много положительных отзывов зарубежных, как бы, зрителей. И это безумно круто. Сам фильм не смотрел, конечно, но обязательно посмотрю. но смысл в том, что, знаешь, так как сейчас еще и Netflix будет локализован в России, туда добавится куча проектов российских, которые будут транслироваться на весь мир, ощущение то, что потихоньку этот стереотип будет как-то разрушаться. Хочется в это верить. Ну, да, уже пора бы. Ну, это просто, ну, откровенно смешно смотрится. Сколько времен это тянется. Причем, знаешь, вот это, опять же, возвращаясь к доводу, наконец-то, вот эта история Андрея Олигарха, ой, какая она вот, ну, просто, ну, по-моему, отечественный зритель просто ржал в тот момент, когда, ты знаешь, где я родился? Там Стальград-12, номера у городов, блядь, вот настолько все плохо. Ну, это закрытая зона. Хорошо. И знаешь, вот это добывание там Плутонья, типа, я думал, что не Черновая, ну, как бы, ой, какой ужас. Мне еще понравилась фраза, типа, он олигарх из России, который живет в Британии, и в Москве его не приветствуют. Да. Жиза такая. Да. Как будто мне жизнь. Просто другие есть примеры. Ты же Андрей? Да, это тот самый Андрей. Вот эта клюква, знаешь, ну, вот это, из-за чего она строится? Потому что Советский Союз в свое время был очень закрытый от всего мира. Потом, ну, надо быть откровенным, в основном СНГ-шные страны, они до сих пор отделяются от всего остального мира, они не очень открыты, и все это прочее, пятое-десятое. И поэтому, знаешь, как это сейчас будет ужасное сравнение, меня вот прям заклюют за него очень сильно. Но смысл в том, то, что в свое время Третий Рейх был покрыт, знаешь, до сих пор покрыт таким таинством. То, что непонятно, что там было. Там такие страшные разработки, там Люди Икс, Мутанты, Супертанки, НЛО, все на свете. То есть, конспирологических теорий масса, и все это приписывают к Третьему Рейху гитлеровскому. И то же самое про Советский Союз, потому что он был закрыт, и там в Советском Союзе что только не было. Там же территория огромная, ты думаешь, она просто простаивает? Да, конечно, там что только не творится. Когда ты, отечественный зритель, сидишь и такой понимаешь, да, в основном простаивает, потому что бюджет пилят. Но не об этом. Но вот у Запада до сих пор вот это и есть аура таинственности, потому что непонятно, что тогда было. И тогда подростков отправляли плутоний добывать на раскопках в городе Стальград-12. И для них-то выглядит реалистично. Просто, знаешь, представь себе, что какой-нибудь, ну, давай, Звягинцева не будем брать, но какой-нибудь российский режиссер, ну, Юрий Быков, как много Юр, Колокольников, Борисов, Быков, ну, короче, снял какой-нибудь фильм, где главный злодей американец, который живет в городе, не знаю, Гейлэнд, ну, вот знаешь, чтобы чисто с таким колоритом было, и хочет весь мир просто, чтобы все там геями стали вот так вот. Да, он такой жрет, еще сидит жирный, макрак у него жир сечет. Да, обязательно, конечно. Хлещет виски свои, газировкой разбавляет обязательно. Вот это вот все. Его, конечно, засмеют. И вполне заслуженно. А когда, типа, снимают голливудские фильмы и так про Россию, все такие, ну, это нормально. Да это не нормально, это, ну, это смешно просто. Вот, перейдем, перейдем. Вернемся к фильму все-таки. Давай так. Ну давай, мы уже начали про персонажа говорить, может, да, типа, возьмем. Я бы хотел, вот чтобы мы вот так, знаешь, прям. Тебе понравился фильм или нет? Прямо сейчас? Да. Блиц. Я сдаю вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Довод или начал? Начало. Довод или путь. Довод или Интерстеллар? Интерстеллар. Довод или помни Мементо? Мементо. Довод или Бэтмен? Ну, трилогия. Прямо вся трилогия. Давай, темный рыцарь. Ну, наверное, довод. Где-то у нас довод наконец-то выиграл, да? Ну, да. Окей, он лучше Бэтмен. Вообще, не согласен. Темный рыцарь, шикарик. Я думаю, ты спросишь, понравился тебе довод или нет в лоб, и я отвечу цитаты. Сколько тебе будет в 2036 году? А сколько было в 99-м? Ну, не суть, короче. То есть, я в итоге фильм понравился. Вот я хотела сказать цитаты великого Александра Гудкова. Больше нет чем-то. Ой, у нас цитаты, конечно. А тут у меня больше дачи мне. Да, у меня много вопросов к нему, но, в принципе, мне понравилось. блин, учитываю, что по своим фильм, который я смотрела в кино, был Bloodshot, я хотела как-то уже перекрыть вот это воспоминание. И я, когда смотрела Довод, я безумно радовалась. Что-то пошло на пользу, где не было Вин Дизеля, да? Удивительно. Я вот не знаю, если честно. Ну, фильм точно хороший, мне он скорее больше, ты знаешь, какие-то цитаты Гудкова тут идеально подходят. Мне, наверное, больше нет чем, да? Но я могу объяснить, почему. Нолан, как я понимаю, специально сделал так, то, что лишил персонажей какого всякого характера вообще. Для него персонажи в этом фильме это исключительно инструмент, чтобы показать техническое свое мастерство, как я умею снимать там с минимальным применением графики и прочее. Но я не думаю, что он прям всех персонажей лишил. Мне кажется, именно протагонист. Ну, то есть, это такой линейный персонаж, который, про который мы ничего не знаем. Ну, это же странно. Главный персонаж, и ты с ним эмоционально вообще никак не связан. Ну, да, ну, наверное, это было сделано специально, тем более, у него нет имени, он просто протагонист. У мальчика нет имени. У-у-у. А все остальные? Это просто цель «Короди Игры Престолов». Он не знал, что восьмой сезон говно. Короче. Все остальные, типа Дебики и там Кеннад Брана, у них есть какая-то история. Какая-никакая. Ну, знаешь, давай откровенно, они прописаны очень поверхностно. Мотивации практически вот на нуле. Слушай, вот их, вот именно линия Дебики и Брана, она просто из какого-то дебильного, мыльного, не знаю, сериала. Российского. Не российского. Кстати, занимательный факт. Давай. Я смотрела сериал «Ночной администратор». Занимательный. И где играет Том Хиддлстон. Сегодня очень лапидарно. Можешь ты меня не перебивать. Видишь, что ты и проживаешься. В этом сериале играет Том Хиддлстон и как раз Элизабет Дебики играет на секундочку девушку, чувака, которого играет Хью Лори, плохиша, который продает оружие. И она с ним как бы страдает. Он хоть не русский-то. Ну, хоть не русский, да. Но, блядь, роль один в один. Реально, я когда сегодня увидела, я такая, блин, и в конце она раскрывает, почему она с ним. Потому что у нее есть ребенок и она, типа, там пытается его защитить. Я такая, ууу. Она себе так, кстати, проекты выбирает. Такая, сценарий есть, я же мать. Есть. Это моя роль. Все вообще не вопрос. Вообще, да, ты про ее персонаж. Честно, я вот не могу сказать ничего хорошего. Потому что, ну, это клинический случай я же матери. И знаешь, я все думал, это как-то раскроют, потому что, ну, откровенно говоря, сын, мать к нему лезет, там что-то обнимает и прочее. Он просто в пол смотрит, куда-то в сторону. они так хотели показать то, что у них пока нет эмоциональной связи, то, что она нарушена и прочее. Ну, как-то вроде они очень часто проводят время вместе, куда-то ездят и пятое, десятое. В конце даже, когда хэппи-энд, вот это все, они вместе идут. И не сказать, что он счастливый в припрыжку и прочее. Ну, это же другое, ты же не можешь оспаривать вот эту связь матери с ребенком, которую никому не понять и прочее. Я могу. Ты не можешь. Вот, поверь. Ты видел вот этот, ты видел? Нет, ты глаза закрыл. Помнишь вот этот момент в фильме, когда она говорит, тебе не понять, насколько мне, как матери, там, что-то везде. Ты смотрела в дубльже, в оригинале она по-русски сказала, я ж мать. И этот Вашингтон реагирует так, типа, ну да. Это такой тупой момент. Я очень ржал, когда там был этот момент. И мы должны найти вот это какой-то там механизм. Алгоритм. Да, вот это вот все, чтобы спасти весь мир, а то и весь мир умрет. И мой сын тоже. Я думаю, нет. Твой сын вне времени. Он исток из темы. Кстати, самый смешный момент в фильме. У меня весь зал ржал просто на этом моменте. Он такой, мой сын тоже. Ну, это правда. Очень карикатурно. Вот персонажи там в этом плане как раз нет надрывной игры Ди Каприо или МакКонахи там. Каких-то лютых переживаний от главного героя. Ты вот, ну, хочется сопереживать Вашингтону. Ну, переживаешь максимально, ну, сопереживаешь максимум. Ну, вот я смог Роберту Паддинсону. Я сейчас понимаю, что из трех персонажей чернокожего мужчина, женщины и белого цисгендерного мужчины, я выбрал белого цисгендерного мужчину. конечно, мне проще себя с ним ассоциировать, но не в этом дело. Он просто хоть как-то прописан, у него хоть какой-то характер есть. Вашингтон добрый, потому что добрый. Дибики помешан на сыне, потому что мать. Русский злой, потому что то ли потому что он просто злой, то ли потому что он русский. Ну, возможно, это просто синонимы. Вот и все. Мне кажется, конечно, то, что Нолан просто решил специально так спозиционировать фильм, то, что главного героя даже имени нет, потому что персонажи тут вообще не главное. Вам просто нужно смотреть, как я могу. Ну, просто это... Я могу вот так вот, вот так вот. Пау. Да. Просто персонаж это как цель. Ну, знаешь, движущаяся. Ты просто за ней наблюдаешь. Ну, понимаешь, да? У него нет имени. И вот мы обсуждали в этой группе самого Вашингтона. Не знаю, какого зовут Джош? Джош Вашингтон. Ну, короче, Вашингтон. Да, он на банкнотах распечатан. Вот это все. Один из отцов-основателей. И мы с тобой говорили, что он там не эмоциональный и все такое, но это просто как бы запихнутое в линейное профистование цель. Мы просто за ней наблюдаем, нам не надо сопереживать, нам не надо знать. Цель немного не то слово. Цель это что-то конечное, к чему идешь. Ну, и цель, как сказать. Ну, точка. Это функция. Это бездушный инструмент, вот. Который должен, тебе нужно за чем-то наблюдать. Вот тебе инструмент для привлечения внимания зрителя с точки зрения на ум. А вот на что они на самом деле должны смотреть, как я могу в таймлайн. Его зовут Джон Дэвид Вашингтон. Спасибо, Кинопоиск. Ну вот, да, в этом как раз у меня и главные претензии есть. Я не сопереживаю героям. Мне абсолютно наплевать, что они делают, кого хотят спасти и прочее. Некоторые моменты, как финальная сцена просто войны в русском городе Стальград-12 выглядят, конечно, эффектно. Вот эти все два отряда, один инверсированный, инвертированный, или, как правильно, другой стандартный. как они взаимодействуют, как взаимодействуют с арагами. Вот это все безумно круто. Но ты просто думаешь, откуда у него целая армия? Ну, откровенно говоря, это уже военные действия. Другим странам вообще нас стараешься, что там военные действия происходят. Они шпионов отправляют. Ну, короче, как-то это все корял. Ну, корял, согласно. Тебе даже это особо не объясняют. Тебе просто вот, ну, вот так вот все. Просто посмотри на вот это зрелище. Главное, смотри, как стена назад летит, как мы дом двумя РПГ вот так эффектно разносим и прочее. Это клево. Ну, ты же, ну, это прям больше Майкла Бэевщина какая-то. Когда он забил вообще на сюжет и прочее, главное, эффекты взрывов побольше и прочее. Смотри, как я взрыв в реверсе тебе покажу. Ну, да, тут даже не взрывы, наверное, а вот именно техника исполнения, этого реверса. Ну, и тут действительно мне кажется неоспоримый факт, то, что здесь вообще сюжет и персонаж на втором плане. Ну, опять же, мне кажется, Нолан так и задумывал. Да, задумывал. Ну, зачем тогда он прописывал вот эти какие-то дурацкие ходы с этими персонажами? Не знаю. Ну, они откровенно прям противны. Может, это все имеет какой-то смысл, более глубокий, чем мы думаем. Но так думают вечно все про фильмы Нолана. На самом деле, как мы ранее уже сказали, это аттракцион, который, когда ты вот складываешь всю эту мозаику вместе в своей голове, ты такой, я гений, потому что я все это понял. С первого еще и просмотра, насколько я крутой вообще. На деле, просто аттракцион мне очень напомнил этот сериал тьма. Вот это, знаешь, тоже они, ну, очень, грубо говоря, начали за здравие, закончили за упокой. Старались сделать одно, на ходу все перекручивать, переламывать все свои изначальные концепции. Интересно наблюдать, но смысл лучше там искать. Отдельный наш выпуск, кстати, есть про тьму, обязательно послушай, если еще не слушал, если тем более недавно досмотрел. мы там критикуем очень здраво, мы их валим в сериал и ругаем. Но за косяки. Все-таки я так не умею, Вадим, это ладно. Ну ладно. Тебе кто-то из актеров понравился? Ну, Паттинсон, наверное. Сложно вообще выделить кого-то. Ну, Паттинсон, Паттинсон, он просто определяется. Он харизматичный, но вот у него такая хореография, вот эта вот манерность, когда он что-то объясняет, он улыбается, но это классно, то есть он живой какой-то. А все остальные, я не знаю, за что хвалят этого Кенната Брану, я вообще не поняла. Элизабет Девики, с ней все понятно, мы вроде обсудили. Вашенко, ну, хорошо, может быть, действительно была такая цель показать безликого какого-то персонажа и ни туда, ни сюда, просто вот как солдат на войне, знаешь. Вот, но Паттин, он прикольный. И вообще, мне, ну, как бы радужно наблюдать за вот раскрытием этого актера. Ой, вообще безумно. Блин, ну, в «Сумерках» он откровенное дерьмо. Слушай, не сказал бы, просто очень давно смотрел. Слушай, ну, вот сейчас даже в каких-то приколах видишь какие-то отрывки, там, не знаю, как она играет, как он играет, они оба как-то эволюционируют в своей актерской игре. Да, безумно. Это отрадно. Вот в этом плане, знаешь, очень сразу сравнение на поверхности с Дэниелом Рэдклифф. Он долго отходил от своего амплуа мальчика, который выжил. У него, конечно, ну, побольше времени заняли и съемки, и масштаб. Ну, вообще, ажиотаж около Гарри Поттера гораздо больше, чем у «Сумерек». Ну, Паттинсон вообще отошел и снимается у эталонных режиссеров в кассовых фильмах и все, вот это пятое-десятое, что очень круто. В него уже 10 раз все поверили. Вроде в Рэдклиффа тоже поверили, но у него нет таких прям крутых кассовых проектов у именитых режиссеров. А как же «Иллюзия Мана 2»? Совсем забыл, да. Культовый фильм. И классно наблюдать, как он действительно со временем изменился. Ну да, и ты видишь, как он выбирает проекты. Он старается не идти куда-то в это все, знаешь, в блокбастерской. Ну, я имею в виду... Ну, это блокбастер, да вот. Нет, я про Рэдклиффа говорю. Рэдклиффа. Он выбирает какие-то более авторские. Не, Паттинсон тоже выбирает и авторские проекты, независимое кино, так сказать, и коммерческие. И там, и там. Слушай, я читала интервью Паттинсона, и он рассказывал о том, как у него был период, что его никуда не звали. И все, и он уже там, можно сказать, забыл о своей карьере актера, и вот там пригласили там какой-то режиссер французского кино, где-то там в Каннах эта картина высветилась. ТТТ, там маяк, вот фильм Король с Шаламе, где у него небольшая роль, но потрясающую он сыграл. Что-то там, а варвары, ну, недавно с ним тоже фильм вышел, как-то называется, варвары что-то там. Потом к высоте или высота тоже фильм вот в Каннах был. Ну, то есть, прикольно, и сейчас он будет играть потрясающей Бэтмен. Ой, как мне трейлер понравился, и он вроде бы. Андрей, сколько раз посмотрел ты трейлер? Сколько это возможно, столько и посмотрел. Просто, ну, сотня точно. Понимаешь, там вот есть сцена в конце, опять же, мы же со спойлерами обсуждаем, где Джон Вашингтон вращается с Робертом Паттинсона. Со слезами, на глаза. А тот такой с улыбкой говорит, типа, да мы с тобой там, ой, чё, мы там куролесили в своё время, да, ты переместишься во времени, там, назад, там, вот это всё. Ой, какими мы лучшими друзьями будем. И тот с слезами на глазах, давай пока, дружище. А мне насрать, потому что мне насрать на Вашингсона, потому что он тут, ну, манекен, а не главный герой. Мне кажется, что бездумный болванчик. Не каждый зритель даже поймёт в конце, что он на самом деле умер. Ой, я тебя умоляю. Там же вот специально показано. Это опять то, что, как Нолан показывает, что типа, даёт зрителям понять, что они умные. Он да не говорит в лицо, он тебе просто показывает. Хотя я вот тогда, ну, до этого уже, по-моему, было понятно. Опять же, Нолан на всех уровнях, всем аудиториям даёт понять, насколько ты умный. Ну вот. Я уж тогда понял, мне казалось, что это излишне всё это проговаривать, излишне показывать эту его петельку на рюкзаке. Крупным планом прям так два-три раза её показать. Да-да-да. Потом не хватало, чтобы он ещё дальше пошёл, а там стрелки. Это был он. Он сейчас умрёт. Такой окей. Все фильмы про временные продукции, они, ну, их очень сложно сюжетно проследить и тем более заметить это во время съёма. После, ну, с тьмой это было очевидно, на самом деле, после того, как ты посмотрел все три сезона, ты понимаешь, там некоторые вообще несостыковки очень. Ну да, в этом всегда есть парадокс. Почему там главный герой очень хочет спасти эту Дебики и у него получается, да, а человек, который был ему близок. Понимаешь, просто там Дебики в этом таймлайне, она уже была спасена. Она же видела, как она прыгала с яхты. Как раз тоже очень очевидный момент, но нужно было показать ещё его и в конце. Просто Нолан, опять же, искусственно так усложняет свои фильмы, что тебе гораздо сложнее до них доебаться. Да и нужно ли, опять же. Вот помнишь, мы когда обсуждали тьму, не на запись. И мы как раз задавались вопросом, где разделяется критика и доебы? Критика, когда, условно говоря, вот это несостыковка и это плохо, и когда это из критики становится доебами и обратно. Почему, к примеру, критиковать начало за очевидные дыры в сюжете не стоит, потому что, в принципе, фильм хороший. А, к примеру, сериал «Тьма» за такие же очевидные вещи можно, к примеру, кто это определяет и как это понять, вот у меня вечно с этим большая проблема. Ну, мне кажется, что критика что-то субъективное, в принципе, ты можешь критиковать все что угодно, это же, но твое мнение. Давай тогда какой-нибудь вердикт. Ну... Мы посмотрели фильм и у нас есть какой-то вердикт. Знаешь, как тут заменитый видос, у меня была какая-то дактика ее придерживаться. Спасибо, что нас слушали, всем пока. Да-да, заебись. Ну, я, наверное, повторюсь, и это общее мнение, что этот фильм возвращает зрителей в кино, и я думаю, не зря. Ну, то есть, у фильма такая миссия вернуть там человечество в кинотеатры, и она не про срота. Как мне кажется. Ну, то есть, ты сходишь, и ты не пожалеешь. В любом случае, сейчас очень мало фильмов, которые можно в целом обсудить с друзьями. Потому что, ну, условно говоря, их очень мало выходит. Сейчас они начинают выходить, там скоро будет еще с новой мутанты вышли, там еще бонд скоро там. Вроде вдова должна опять же в ноябре быть, но что-то там не трейлер, не постер, ничего не подвозят, поэтому может вообще так очкует, так свои фильмы переносят, либо выпускает в цифре, прям вообще жесть. Ну, Нолану в этом плане хочется салютовать, так сказать. Слушай, я настаивал на выходе. Вот опять же салютовать, ну, некоторые люди могут заразиться, это же большой риск. Не везде. Это уже как бы каждого. Отлично снимать себе ответственность так можно, понимаешь? Он настаивал еще с июля или июля, чтобы фильм выпустили. Это же не единственный фильм, который идет в кино, а люди все равно входят в кино на какие-то единичные фильмы. Ну, понимаешь, вот он просто так настаивал, что я был в полную уверенность, что там как-то связано с этим годом, или как-то важно, чтобы он вышел в этом году. Я посмотрел фильм, это вообще не важно. Почему тогда он так настаивал, для меня остается загадкой. Есть там какие-то тоже теории, то, что это политическая подоплека, специально до выборов Трампа должно было выйти этот фильм и пятое-десятое. Может быть, чтобы люди прочувствовали себя с героями, потому что люди ходят в масках и герои в инверсии тоже ходят в масках. Ну да. И он такой, во время пандемии выпускайте. Кристофер, люди могут умереть. Выпускайте! Мне, честно сказать, не хочется фильм ругать. Хотя я этим занимаюсь уже час практически. Да, там есть тупые моменты, условно говоря, в конце фильма практически самом, когда прилетает злой русский Юрий Колокольников на вертолете. Это все показывают, как видят Роберт Паттинсон в инверсии. Закладывает бомбу, отходит, садится на вертолет, улетает назад. То есть, он видел прям начало, что ты его не пристрелил в этот момент. И не надо было бы что-то там в таймлайн возвращаться, чтобы с ним подраться и умереть в конце. Ну, типа, пристрелил, пошел дальше. Все отлично. Ты же знаешь, что это злой русский. Не, таких моментов много. Да. Но вот не хочется на них акцентировать внимание, потому что, опять же, этот фильм должен вернуть людей в кинотеатры. На самом деле, знаешь, я не вижу в этом особой проблемы. Сейчас на него просто, знаешь, возложили такой прям крест, то, что Кристофер Нолан возродит кинотеатр. Новости все. Фильм-довод собрал самую большую кассу, чем все фильмы за последние полгода. Так вот, что, блядь, кинотеатры были закрыты. Но в этом не новости вообще. Почему так на этом акцентируют внимание, непонятно. Он бы в любом случае собрал бы самую большую кассу. Потому что у него из конкурентов новые мутанты и вратарь галактики. Люди, серьезно, у него нет конкурентов просто. А вы давно не ходили в кино, и это отличный повод пойти в кино. Какие банальные слоганы. Но не суть. Это правда, просто фильмы Нолана вообще лучше смотреть в кино. На большом экране, тем более, давно не видят. Следующий фильм для этого полностью подходит. Но лучше отключить мозг, потому что это больше развлекательное кино. Не пытайтесь полностью понять всю эту структуру реверсии, инвертированного времени, как это все там техника взаимодействует и прочее. Это не нужно. Ну, кстати, да, я даже читала рецензию чувака, который докопался до локализации. Он писал о том, что оперный театр на Украине выглядит совершенно не так. Могли бы погуглить, знаешь, вот такие моменты. Ну, просто отпустите это все. Город Стальград-12 его вообще не смутил. Это, знаешь, как в этом новом ЧБД. Смел телефон в урну. Да, урна же вкупай. А то, что смел телефон, тебя не волнует вообще. Ну, сродни этому. Оперный театр выглядит не так. Там Стальград-12, где подростки копают Плутон. Ну, слушай, ты же не можешь быть сто процентов уверен, что не существует таких мест на территории СССР закрытых, которые называются вот так тупо, и там происходили страшные вещи с детьми. Ты же не знаешь этого на сто процентов. А как выглядит оперный театр в Киеве, ты знаешь. Пиздец. Вот и все. Самые крутые аргументы, которые я слышал. Ну, короче, фильм однозначно достойен того, чтобы его посмотреть. В iMax'е, на большом экране, все вот это пятое-десятое, круто. Если у вас не открылись кинотеатры еще, и у вас есть единственный вариант посмотреть его на цифровом релизе, когда выйдет, на самом деле я в этом ничего страшного не вижу. Хочется, просто понимаешь, кинотеатры в некоторых городах только открылись, и поэтому хочется звать людей на него в кино. Но на деле ничего смертельного не будет в том, чтобы посмотреть его дома. Это наоборот предотвращение смерти. Да, я поэтому и выбрал. Я считаю, что это по меркам Нолана фильм слабенький. Ну да, по меркам Нолана это очень слабый фильм. Со стороны сценария, в техническом один из лучших. Ну да, идеально тоже прикольно. А ты только поддекиваешь или свое мнение есть? И еще там звук, там классный звук. Ой, кстати. Там есть саундтреки, которые в реверсе, и они даже есть уже в трейлере там можешь их послушать. Это очень прикольно. Как у тебя дела, дружище? Что ты мне сегодня споешь? Ну ты не сможешь, Андрей, потому что ты перебиваешь постоянно. Ой, а ты просто неправильно слова произносишь. Так вот, я когда смотрел фильм, мне саундтрек не понравился. Я не то, что пропустил его, он где-то на фоне был незаметно для меня. Я такой, чувствуется, что не Ханс Циммеров. Чувствуется. Я хотел это в рецензии написать, и все такие, какой крутой композитор. Мне кажется, крутой композитор, и даже помимо саундтреков, ну вообще работа со звуком, в инверсии, как все, это тоже все прикольно. Я вот все об этом думал. Это же не сложно сделать. Ну вот, по факту, типа, ну реверс пустить. Ну да. В любом видеоредакторе это займет несколько. Ну ладно, я сравниваю сейчас видеоредакторы. Андрей, монтируй подкаст. Помнишь, мы смотрели этот видос от The Crepe, где довод это начало 2. И просто вот я после того, как сходил на показ, вернулся домой, я сразу пересмотрел, чтобы поржать. Нигде не попал. Ну вот в этом его фишка, кстати, уже. Он уже заложник своего образа нигде не попадать в этих теориях. К сожалению. Не, кстати, ты знаешь, но вот он утверждает, что попадает, к примеру, насчет то ли Войны Бесконечности, то ли Финала по Мстителям. Но он же все-таки больше по супергеройской теме. Он там где-то такой, я все это предвидел, я все это распознал и прочее. Ну, наверное, где-то попал. Он просто, к примеру, к той же Войне Бесконечности 10-15 видосов было с теорией. Ну там где-то одна хоть попала. И ты знаешь, как Жириновский славится тем, что он просто очень много всего говорит. Абсолютно противоположных вещей, к примеру. И потом одно что-то выстреливает, он говорит, а я говорил. я так всегда говорил. И так очень легко сторонников набрать, когда одни слушают одно, другие другое. Я сравнил КДК Рэпа с Жириновским. Да, у тебя вообще, кстати, со сравнением нормально. В смысле? Что плохого? Вот и все. Мы полностью обсудили фильм «Довод». Мы тебе дали полнейший и самый крутой и целый разбор, целый разбор кухоней. Если тебе понравился этот или любой другой выпуск и ты хочешь нас поддержать, мы есть на Патреоне. Подписывайся на нас там. В последнее время мы разнообразили, расширили сеть своего влияния на массы. Теперь нас можно послушать не только на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс, музыке, ВКонтакте подкастах и на Spotify. На самом деле на Spotify еще нельзя, они почему-то все до сих пор жопу морщат. Но и на Bookmade, на Mixcloud, на куче разных аудиоплатформ всея интернета. Поэтому ты теперь действительно можешь слушать нас вообще где угодно. И конечно же на DTF и T-Journal. T-Journal мы практически приватизировали раздел подкастов и очень любим аудиторию, которая там нас комментирует и ставит лайки. Да и вообще подписывайся на нас еще и в Телеграме, там авторский, крутейший контент, живое общение и прочее. И самое-самое-самое главное. С тобой были толкователи, а именно Адель Галимова. Так грустно. Пока. Пока. Я даже себя не... Да кому это интересно? Согласен. Все, олигарх Андрей. Олигарх Андрей, да злой. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok